Так, там где-то кнопочка есть, чтобы запустить презентацию. Кто пользуется PowerPoint? Тут просто нет человека, который готовил эту презентацию. Так, теперь надо, чтобы презентер заработал. Он тоже работает. Да, все. Всем привет. Меня зовут Юра. Я работаю в компании DataArt, фронт-энд-разработчиком. В основном проекты в последнее время, надеюсь, я не разглашаю коммерческой тайны, но на AngularJS. И мой доклад сегодня это про попытку посмотреть в сторону и посмотреть, что еще делают на JavaScript. По поводу формата моего доклада, он не претендует быть очень глубоким техническим исследованием. Это больше обзорная информация о фреймворке и о том, как его можно использовать. Но еще я попытался пофантазировать на тему, зачем такое вообще может быть нужно. Итак, Meteor. Кто-то вообще знает что-то об этом? Мало людей. Ну, отлично. Вам будет скучно? Ну, ладно. Первых несколько минут. Meteor.js – это FullStack фреймворк, написанный полностью на JavaScript. FullStack – это значит, что его код выполняется как на серверной стороне, так и на клиентской. На серверной, соответственно, в окружении Node.js, на клиентской. Создатели говорят, что ядро Meteora работает, начиная с шестого эксплорера нормально. Не знаю, правда ли, не проверял. У них концепция такая, чтобы максимально шарить код между клиентами и сервером. И он берет полностью на себя все вопросы по транспорту данных. То есть, что мне было приятно очень, и часть, которую я не люблю больше всего в разработке, более обычная, это вот эта вечная работа с API. Обработчики, отсылать запросы, слушать ответы и так далее. Это все не нужно делать вручную. Еще расскажу немного об инфраструктуре Meteora. Ну, от этого сложно удержаться, чтобы привести. Я знаю, что у многих фреймворков настолько же, ну, так же легко выглядят туториалы, как начать. Но вот этого вот достаточно, этих четырех строк в терминале достаточно, чтобы приложение запустилось. Еще надо сказать, что у Meteora, у них вообще философия… Сейчас во фронтенде очень много разнообразных инструментов. То есть, есть сборщики, препроцессоры, постпроцессоры, там какие-то надпроцессоры, что-то, что компилируется в JavaScript, что-то, что компилируется из JavaScript, какие-то пакетные менеджеры, есть NPM, есть Bower, есть еще что-то. Этим всем нужно управлять, его нужно между собой дружить. Постоянно что-то выходит из моды и сегодня уже грант пользоваться не модно. Нужно использовать Gulp, а еще лучше не Gulp, а Webpack. Но вообще-то Webpack плохо подходит как таск-ранер, поэтому его лучше использовать чисто для сборки проектов. Поэтому все-таки Gulp тоже пригодится. И вот это все безумие, которое происходит, вот Meteor пытается от него избавить разработчиков. В нем, да, как водится, когда программист решает написать один хороший язык программирования вместо 15 плохих, появляется 16 плохой. Но я думаю, по моим впечатлениям, это не совсем так. У них действительно есть свой шаблонизатор, свой пакетный менеджер, красивый, называется атмосфер. У них есть свой протокол общения с клиент-сервер, но это все заточено под то, чтобы вместе хорошо работало и не доставляло неприятностей разработчику. По поводу протокола, нужно сказать отдельно, он базируется на Websocket, есть фоллбеки для более старых браузеров, но он обеспечивает, то есть вот этот слой приложения, он берет полностью на себя заботу о том, чтобы синхронизировать данные между клиентом и сервером. Поэтому Meteor, если вы что-то соберетесь о нем почитать, то вы услышите, прочитаете очень много раз слово там real-time, в общем, постоянный коннект и так далее. У него есть свой шаблонизатор Space Bars, который базирован на Handle Bars, и про него сказать особо нечего, он работает непосредственно с дом-элементами, что как бы плюс. Это хорошо влияет на скорость. И вообще вокруг Meteor неплохо… Фреймворку уже несколько лет, по-моему, 4, и вокруг него уже сформировалось довольно неплохое комьюнити, и есть масса готовых решений, каких-то полезных модулей, пакетов и так далее, которые можно устанавливать, собственно, с помощью пакетного менеджера атмосфер, но вообще инфраструктура, она не герметична. То есть Meteor отлично работает в том числе с NPM, и можно спокойно ставить из NPM пакет. Зачем это все нужно? Ну, наверное, если кто-то думал о том, что я попробую сделать на Meteor, наверняка подумали, сейчас будет очередной чатик. Чатика не будет, хотя чатики действительно очень удобно на Meteor писать. Но я заметил, у меня недавно появился в доме телевизор, и я его как-то включил. И очень странная штука. По телеку все так же много рекламы, как и 10 лет назад, но когда там идет что-то до боли знакомое, невозможно оторваться. И сидишь и ждешь рекламы и продолжения и так далее. Фильмы, которые в жизни сам бы не скачал, чтобы пересмотреть. И я подумал, что Meteor с его реалтаймовостью, с ним можно попробовать добиться какого-то похожего эффекта, которого нам так не хватает в интернете, потому что все сайты, они какие-то такие очень индивидуальные, они вроде для тебя одного сделаны, и никогда не чувствуешь, что его с тобой читает кто-то еще. Да, в фильмы разные попадаются. Итак, какое я придумал приложение? Я придумал приложение по типу интернет-музея, в котором показывают картины. Но там не обычная галерея, где можно зайти, выбрать раздел, тематику, посмотреть нужную картинку. Здесь этого ничего нет. Здесь показывается картина одна всем, одновременно. Потом следующая и так далее. И вы можете на это смотреть, как на телевизор. И из обратной связи вы можете видеть, сколько еще человек смотрит вместе с вами. Вот именно вот это же. Но потом я подумал, что это как-то скучновато, и это же все же интернет, есть какое-то взаимодействие. И я придумал, что можно же написать какие-то комментарии к этим картинам и сделать их скрытыми. А показываются они будут проявляться постепенно по мере того, как люди лайкают эти картинки. Ну, лайкают не настоящим фейсбуком, потому что кому нужно это все в ленте, а просто лайкают в рамках приложения. И это все видно другим участникам. Понятно примерно, что я хочу сделать, нет? Итак, структура. Вообще Метеор довольно гибок в плане структуры. У него есть там только несколько базовых конвенций, которые желательно соблюдать, и это очень сильно облегчает работу, потому что всю сборку приложения, ну, то есть там конкатенация там JavaScript файлов, компиляция шаблонов в JavaScript функции, потом сборка для диплоя, минимизация CSS, это все Метеор делает за нас. Нам надо только разложить по папочкам. Вообще можно писать все в одном файле, в JavaScript файле, где есть две функции, ну, которые можно в if передавать и понимать, где мы находимся, которые называются там client, is server. И так различать код. А вообще код общий. Но если мы раскладываем, это вот одно из немногих конвенций метеоровских, если мы раскладываем код по папкам client и server, то, соответственно, тот, который в папке server, он не будет передаваться на клиент код, а тот, который в папке client, не будет оставаться на сервере. То, что у нас лежит уровнем выше, это код общий, и он добавится и в клиентскую часть, и в серверную. В папке public там лежат просто, ну, там статические файлы, которые напрямую проксируются. И так, у нас, значит, всего, ну, есть там CSS файл, HTML с шаблоном, клиентская часть и серверная. Вот так выглядит файлик моделей. Мы просто создаем коллекции. Я скажу, что первая и вторая нужна для того, чтобы считать количество людей, которые прямо сейчас смотрят на сайт. Но я здесь использовал там чужой модуль, поэтому я про это меньше буду рассказывать, чем про то, как показываются картинки. Дальше. Серверная сторона. Серверная сторона выглядит вот таким вот образом. Здесь сконфигурирован массив с параметрами наших картинок, там урлы, тайтлы и так далее. То есть, ну, никакой проблемы сделать этот, ну, я захардкодил, а никакой проблемы сделать этот в виде запроса из баз данных не было. Потом мы проходимся и, собственно, ну, там создаем в нашей коллекции все эти элементы и, собственно, все на данном этапе. Следующим шагом мы делаем set интервал, по которому мы меняем картинку, которую нам нужно показывать. Здесь, конечно, не самый изящный способ перебирать их по порядку, но, тем не менее, это работает. То есть я беру текущую картинку, которую видно, делаю ее невидимой, потом беру следующую, делаю видимой и там прибавляю и начинаю заново, если мы дошли до конца. На клиентской стороне это все. Ну, там стоит только заметить, что вот есть rate, да, это вот лайки. Мне кажется, по имени переменной можно догадаться, что в планах там не просто лайки, а какая-то монетизация. Значит, на клиентской стороне. На клиентской стороне у нас находятся просто хелперы шаблона, который, соответственно, возвращает item, ну, текущую картинку, которую показывается, то есть мы ее вот находим по параметру, что она видна. И мы записываем ее в параметры сессии, это нам пригодится чуть дальше. И еще вычисляем параметр opacity, который будет вот скрывать описание картинки, пока не наберется нужное количество лайков. Внимательные могут понять по вот этому коду, сколько же раз надо лайкнуть картинку, чтобы ее стало видно полностью. Сколько, кстати? Супер, да. Следующий момент. Вот здесь хелпер шаблона, который показывает, части шаблона, который показывает количество посетителей и обработчик событий. Единственное событие, то есть вот этого самого лайка, он находит в нашей коллекции нужную картинку и увеличивает значение рейта на 1. Вот так выглядит весь HTML код. Тут, ну вот, два партишела и, ну, вот видно, шаблонизатор, он, spacebar, он использует мустаж синтаксис, то есть вот вставляются наши данные и оно все перерисовывается автоматически. Ну, еще я написал немного CSS, но это никому не интересно, как правило. Вот, собственно, все. Это можно попробовать прямо сейчас со своих устройств. Давайте я тоже зайду. Сейчас либо интернет тут обвалится, либо мы упремся в какой-то лимит этого бесплатного хостинга. Открывается у кого-то? Продолжение следует... Я немного волнуюсь, потому что я сейчас увижу его в интернет-эксплорере. Да, нет, вроде посвежее. Да, я, кстати, очень не гарантирую, как он на мобильных выглядит, но на айфоне в портретной ориентации выглядел нормально. А здесь вообще есть интернет на этом компьютере, да? Ну, если там глаз такой, загрузчик, это еще не работает. Вот где-то так это выглядит. По идее, если вы будете лайкать... Ой, а видите, растут лайки. Как быстро. И проявляется надпись. Ну, сейчас дождемся следующей. Вот здесь можно заново начинать лайкать. Там всего 7 картинок, так что и интервал 15 секунд переключения. Так что мы можем все попроявлять. Это, кстати, не картинка недозагруженная, это такое полотно. Ну, вы же не просто лайкайте, а лайкайте те, которые нравятся, а потом мы поймем, какая картинка самая прикольная. Вот. Ну, в общем, я так понимаю, что тут человек с 30 сидит одновременно, и оно не упало. Это уже неплохо. Метеор уже в стабильный релиз вышел довольно давно. Так что им можно пользоваться. Я очень рекомендую. Он экономит много времени. И создание вот этой демки у меня заняло буквально несколько часов. Ну, там еще до этого, там пару десятков я повозился с Метеором. Что-что? Там сколько сейчас смотрят, да? Да, значит, так и есть. Там это у меня не проблема с округлением цифр. Это я хотел пошутить на тему лозунга 1 плюс 1 старого, там, где про нас 52 миллиона. Я, собственно, показал, что хотел. Я тут должен был сказать, теперь я готов ответить на ваши вопросы. Но я в этом не уверен, поэтому я предлагаю пообщаться сейчас на тему того, как вы видите. Я думаю, точно у кого-то из здесь присутствующих есть мысли по поводу всего этого безобразия. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова